Всем привет, друзья! Вы на канале Пчёлоначинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 14 мая. Мы находимся в Донецкой области. И вот я вам хочу сейчас показать семью, о которой я снимал Роник ранее, которая вошла в роевое состояние, потянула маточники. И вот я решил проэкспериментировать, начать кормить эту семью. Ну, поскольку взятка как бы нет, потому что холодные погоды, ветры, и пчёлы не летают. Есть тут, где рапс, недалеко поле, но не получается у них брать этот взяток. Вот они зароились. Ну и я вот решил проэкспериментировать, кормить. То есть ежедневно, я вот в течение буквально пяти дней, наверное, ежедневно давал им по пол-литра подкормки. Сначала ложил мёд, потом начал жидкую медовую сыту давать. И сейчас хочу посмотреть вместе с вами, какой результат. Что-то получилось у нас или не получилось, хотя вряд ли. Обычно, когда пчёлы входят в роевое состояние, уже в этот момент тяжело их такими методами как бы предотвратить. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Вот кормушка. Кормушка, которую я наполнял каждый день в течение. Вот видите, пчёлы вот они здесь ждут, когда же я им сюда налью. А сюда ложил мёд. Ну, сейчас зайдём в улей и посмотрим. Двухкорпусный улей, десятирамочный. Улей ППУ, пенополиуретановый. Хороший улей. Тепло в нём без всяких. Утеплители ещё в тепле быстро развиваются. Вот и быстро входят в роевое состояние. Ну вот, краная рамка. За счёт моих подкормок. Вот у неё залили мёдом. Идём дальше, смотрим. Вторая рамка. Тоже вот она, залита мёдом, друзья. Так, что здесь у нас? Ну, всё. Вот маточник один запечатанный. Маточник запечатанный. Вот маточник. Видно я думаю, да? Вот так вот, ага. Так, здесь один результат не в нашу пользу. Так, ну, матка сеет, конечно. Ага, вот. Сбоку маточник запечатанный. И вот тут вроде как тянут. Ладно, смотрим дальше. Так. Ну, вот ещё один маточник. Вот ещё два маточника. Всё нормально. Хотя вот, друзья, смотрите. Один маточник разгрызанный. Вот уничтоженный маточник один. Интересно. Значит, уже на каких-то пчёл влияет это подкормка, ведь так называемый взяток искусственный. Так, что здесь? Ну, эти маточники, они и были, конечно. Вот ещё один внизу. Когда я начал их подкармливать, они уже потянутые были. Вот, поэтому... О-о-о! Вот тоже один маточник уничтоженный. Вот второй уничтоженный. Вот видите? Ну, этот ещё стоит. Вот тоже уничтоженный. О-о-о! Так всё-таки играет. Всё это действует. То есть взяток, неожиданно появляющийся, перебивает роевое состояние. Здесь всё засеяно. Засеяно. Матку не вижу, здесь червлёное всё. Ну, видно, что матка активно работает сейчас. В связи с этой подкормкой. Вот тут тоже посередине всё засеяно. Вот тоже маточник. Уничтожили. Всё, сработала подкормка. Искусственный взяток. Пошёл на пользу. Так, ну, крайняя рамка тут. Мёд. Жидкий мёд. С медовой сытой. Я так думаю. Ну, конечно, они весь день, как бы, не такой... Выпадают хорошие моменты. Тёплые. Они летают за взятком. Ну, и плюс вот эта подкормка. Не так, чтобы полностью взяток прекратился. Нет. Так, ладно. Сейчас зайдём в нижний корпус. Тут, я смотрю, рамочки, наверное, надо будет мне переставить. Оттуда, в нижний корпус. Так, сейчас. Оттуда, вон. так-так внизу что-то пчелы как-то мало мне кажется нас проверим листки дня так здесь червовая такое что червовая так кроме рамочка все то же самое первого в основном первого с медовая с медовой у по овощину то и не тянут кто помнит по тем предыдущим роликам можете кстати увидеть его по ссылке вверху овощину то и не тянут вот она тогда была не оттянутая наверху стояла так что тут с уликом у нас поехал чуть-чуть надо будет подправить и тогда они не тянули ее холодно было взятка не было для них и сейчас вот она стоит все без толку все тут полу пустое наверху все вот так волосина никакая я я я я сейчас надо будет отыскать матку и все ее или корпуса поменять или может быть рамками сейчас поменяю наверх поставлю такие медовые вот темная рамочка с расплодом печатным и и наверх она не сопущу уже там где засел там где и должно быть внизу внизе ну пока прервемся ну что друзья проверил я весь улей вниз вверх и видели действительно взяток которые я им организовал этот искусственный путем подкормки медовой сытой в течение пяти дней они начали уничтожать маточники первые к в рамках которые я поднял там еще были маточник а дальше уже пошли были все разрызанные уничтоженные маточники но эти тут три штуки там четыре которых вроде бы как целые были их убрал поэтому вот такой процесс появляется неожиданный взяток все пчелы бросают свою вот этот свое настроение роевое и начинают уничтожать маточники даже если они их и потянули и запечатали уже разрезают сбоку и все на этом процесс строения прекращается поэтому вот так вот надо ориентироваться на местности конечно погоды неважные ветер дожди холодно поэтому все это нестабильно это очень негативно влияет на пчел ну тем не менее пчеловодством надо заниматься всем кому понравилось поставьте лайк подписывайтесь всего доброго до свидания до новых встреч